почему геленджик лучше дубая скажите быстро мне лайк за шляпку город геленджик он положен у подножья гор поэтому все дороги либо вниз вот там либо наверх вот туда то есть город расположен просто сверху вниз вот он так в бухте спускается туда еще обязательно сходим я вам покажу это ну очень красиво куча хвойных это кедра вот он самый крутой гостиничный комплекс геленджикский который называется кимпинский кимпинский ребята но то что этот море вот так вот конечно нужно пишка дралом чесать нельзя сразу на пляж выйти это конечно жесть к этому мы не привыкли поэтому сам отель мы подниматься не будем ребята привет еще раз вот мы сейчас находимся геленджике видите прекрасные шикарные виды что у нас по этим впечатлениям короче впечатление такие город находится в бухте здесь ребята мне спрашивали что по отелям пятизвездочных основной отличие там от дубайских допустим что вот здесь нету прямого спуска к воде от отеля то есть здесь нужно вот через эту набережную набережную видите который мы стоим сейчас она длиной 15 километров она тянется по всему побережью геленджика по всему побережью геленджика вот и эти вот 15 километров они беспрерывны то есть если человек выходит из отеля он проходит вот расстояние и спускается там платный пляж море конечно но по сравнению с дубайским вот видите да то есть далеке она вроде синяя но вот около моря она вот такой коричневая ребята поэтому не очень не очень хорошие здесь море в плане по сравнению там с эмиратами да по и недвижимости мы сейчас здесь посетили одно агентство недвижимости которое называется тон отличный парень женя собственник агентства видно что разбирается в общем земельные участки есть разная цена там и дело геленджика 500 тысяч рублей за сотку до трех миллионов это в центре города и если вы хотите купить дом ну там более-менее приличный дом где-то будет стоить там миллионов от 7 при не в черте города в 4 черте города это будет там районе там 10-15 миллионов вообще город классный конечно напоминает совок все по совкову все совочное такое наше родное городе есть аэропорт в котором несколько дней неделю летают самолеты санкт-петербург дам по высказал москва чего да то есть очень просто добраться в плане в плане авиасообщения ребятам вот мы очень видим по канатной дороге заканчивается назад тусовка в геленджике суточная суточная чуть меньше суток красивый город набережная каких я думаю россии мало все-таки 12 километров развлечений отдыха это здорово пусть она почти бухта природная так что действительно сюда красивый город зеленый горах по крайней мере сравнение с анапой зеленый и ленджик из всех городов нам понравился больше всего пока это новороссийском она погибающим и ленджик number one ребята number one пока что занимает вот поэтому если определяться если уходить за предел там станицы наверное лучше все-таки наверное это геленджик по недвижимости сейчас пообщаемся с народом ребята скажите почему вы не хотите с геленджика уезжать отлично тут хорошо говорят привет казахстану откуда у вас акцент такой казахстанский акцент он никуда мужики привет как дела что для вас геленджик двух словах и все мало ребята почему геленджик лучший город на земле не копит отсюда панорама вообще шикарно ребята привет почему геленджик лучше дубая скажите ребята ребята секунду главная причина почему вы снова приедете в геленджик все улыбаются все нормально на кайфах ребята как вам ресторанчик вот с таким видом вот это я понимаю вид из окна за это можно платить наши 22 часа пребывания в геленджике даже 20 на включая сон 8 часовой вот этот город шикарнейший город мы только что спустили с канатной дорожки одни благоприятные впечатления снял я кое-что здесь насчет недвижимости я вам покажу расскажу поподробнее застройщика брат про комплекс вот конечно город достойный интересный ухоженный очень-очень много зелени по сравнению с анапой цены дороже естественно не говоря уже о станицах в станицах тоже вообще еще дешевле цены то есть пока что вот его были видать вот в сторону сочек движешься все дороже и дороже цены хотя я не знаю в топ сет не были может быть там дешевле очень-очень понравилось все отлично цены так на покушать вроде нормальные поднимались по канатной дорожке ну и вообще город такой как на ладони весь очень-очень красиво едем в сторону дяди сашек заберем у него вещи поспим несколько часов и утром выезжаем снова на иваново предстоит нам долгий 20 и 30 наверное почти часовой путь опять чтобы успеть на моему сыну ромашки на дне рождения ребята какая была задача задача была съездить на юг россии в родные города посмотреть как они живут посмотреть что как выходить ногами своими задачи выполнила до крым не попали ты как этот из фильма горько и что там папа постоянно в очках ходил такой же не будешь петь песню старом плане там по-другому старом парке чем там пел на свадьбе старом парке пахнет хвойной тишиной на то ли короче ребята сравниваю с дубаем охренительно охренительно все хорошие до дороги жить можно не знаю правда чем здесь заниматься я я для себя но не знаю я может быть тоже стал заниматься какими-то там не знаю там особняками там земельными участками понять ними как просто здесь все это происходит специфика рынка не знаю но если выбирать жить москве или здесь ребята однозначно здесь не хрен там не делать по крайней мере я ненавижу эту суету никакого моря никакого пляжа никого воздуха горного в общем жить если наверно в россии то только на юге это я для себя решил я если соберусь возвращаться когда-то сюда наверно только сюда все-таки если сравнивать отдых и отдыхающие главное туристов дубайских и туристов юга россии конечно тут сравнивать нечего я привык людей уже много просто по работе уже глаз наметно я вычисляю людей там по часам по по прикушкам которых на них навешивать здесь такой более бюджетный конечно вариант ну и по ценам тоже видно и по уровню сервиса даже зашел самый крутой отель кемпинский ребята но ресепшн такой как у нас в ямарских зданиях на дубае марина который даже не отель не говоря же там об атлантисах а софителях забил сараях а других отелях которые расположены на пальме джумера или на самой джумера вот вот пальмы до буржу ляраба конечно здесь уровень другой уровень другой люди другие деньги совершенно другие вот я был сегодня в этом отеле акварель называется а поподробнее о нем расскажу вот жилой комплекс который нашел один из самых крутых это квартира 200 квадратных кстати ребята 2 квадраты наши дубайские квадраты здесь это вообще так это абсолютно теометрально этот процентов 30 наверно разница то есть здесь реально квартиру больше моста на себя за тебя что считают стены там еще какой-то кусочек лестницы там тебе при при приклее да здесь реально даже квартиры без отделки ходишь смотришь они реально больше они даже не кажутся больше они реально больше стоимости то есть получается четырех там пятикомнатной квартиры площадью 207 квадратных метров я смотрел в общем стоимость 34 миллиона это еще учитывая что могут быть рассрочки там стопроцентные платежи еще проще всяких при учете сегодняшнего курса ребята это 500 тысяч долларов 500 тысяч долларов это это однушка с полным видом на море джебря но стране этот комплекс который вот здесь вот ссылочку смотрите на него вот здесь по этой ссылочке перейдете я вам расскажу про этот жилой комплексом чуть-чуть несравнимые вещи несравнимой то есть качество и высота потолков то все 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 ну джебер то есть это отстой по сравнению с этим комплексом но стоит он дороже но правда он находится в дубае а не в геленджике наверное из-за этого ну и плюс конечно джебяром был построен что 10 лет назад почти а этот новый проект естественно геленджике 10 лет назад тоже наверное совсем лакшери проекты строили вот так вот в общем юг россии ребята сила это и и и и и и и и Продолжение следует...